Девушки отдыхают Они успокоились Покажите, пожалуйста, крупные руки Они как будто своей собственной жизнью живут Это у вас непроизвольно получается? Или вы разминаетесь? Нет, это свои руки Я очень часто разминаю их Чтобы они, когда я возьму шарики Уже были готовы ко всему А как давно вы начали заниматься жонглированием И разминанием рук? Года три назад Года три назад А что способствовало этому? Как так вышло? Мне кажется, что это вообще витает в воздухе Я вот сейчас сталкиваюсь Везде цирковые фестивали стали появляться Цирк Дюсалей стал известен Но это вот буквально в последний год Но, видимо, я почувствовал это Чуть-чуть раньше, чем большинство людей Мне очень интересно Само название школы Школа жонглирования для взрослых Скажите, что движет взрослыми, когда они приходят в школу жонглирования? Для чего они туда приходят? Мечта детства Мечта детства? Конечно А я вот не додумался Это сразу Действительно, у меня тоже есть такая мечта Я, например, очень часто Сколько стеклянных шаров и лампочек разбил у себя дома? Сколько апельсинов побитых? У меня взрослый вопрос Наверное, это же развитие моторики Да, наверное, есть какие-то плюсы Если осваиваешь жонглирование Как это влияет? На здоровье Главное, что нет никаких минусов Минусов нету А как же разбитые лампочки? Чем ты там еще жонглируешь? Ну, я свинцовыми шарами иногда жонглирую Поэтому, да, иногда кафельная плитка трескается Ну, хорошо, если взять нормальные шарики И если взять нашу школу В которой нет лампочек, до которых можно достать То тогда минусов точно нет Ну, плюсы какие еще? Кроме того, что можно вернуться в детство Получить удовольствие Доставить удовольствие окружающим Что развивает это? Ну, там, понятное дело, координацию И мелкую моторику, и крупную И внимательность, и скорость реакции У меня этого ничего нету То есть вы почувствовали, что стали более сосредоточенным Когда освоили? Скорее, более спокойным, наоборот Потому что, вот, предположим, падает что-нибудь Да Какая реакция у вас будет? Ну, например, вот ручку я уронил Например, да, упала ручка У меня реакция какая? Надо поднять Вот, я поднял Оно же не случайно упало А когда случайно Да, хоп, и вот Хоп, и вот Или глаза выпученные, или такой быстрый Чаще всего глаза выпученные, и все И ничего не получается поймать С транзакулитом стоит У меня сейчас так, что-нибудь падает Я спокойно ставлю ручку В нужное место И ловите И ловлю Нету такого, нет суеты просто Все спокойно Ах, вот оно что Вы, наверное, в автомобиль ездите более спокойно, нежели остальные Без стресса Ну да, стресса вообще мало Ну это здорово, что стресс уходит, когда приходит мастерство жанглирования Чего начать? И чем лучше, да? Нужно выбрать шарики Давайте выберем шары Мы можем это выбрать Или как-то для первого раза Я бы выбрала, но мне не дотянуть На самом деле А ты скажи, какого цвета хочешь? Волосатый Волосатый Опять ты, Аня, зачем? Нам нужно, чтобы шарики в руки помещались, удобные были Поэтому обычно берут шарики, ну, такого размера примерно Так Я у вас вижу теннисный мячик То есть на них тоже можно учиться жанглировать? Давайте тогда я расскажу подробно про все Давайте Вот, давайте, да, с нуля Вот это пять красивых шариков Самодельные наши шарики Они делаются из теннисных шариков Я специально для этого показываю Теннисный шарик То есть это теннисный шарик в одежде? Они, да, почти одного размера Теннисный шарик в изоленте Все очень просто Только он немножко тяжелее, потому что мы туда соль засунули внутрь А почему именно соль? Ну, соль дешевая, потому что Соль дешевая, золото просто подороже было бы Наверное, с такими шариками Сахар, соль, песок, все что угодно, стружка А какого веса они должны быть? А стандартные 150 грамм А можно так вот на навес я? Ну так, увесистый мяч, посмотри Да? Если он очень легкий, вот как теннисный, да? Отдай, 500 рублей Теннисный шарик, он очень легкий Его не чувствуешь, уловишь и вообще ничего не чувствуешь То есть мяч или шарик, он должен быть в первую очередь увесистый, чтобы вот кисть, когда он там пролетает Немножко хотя бы чувствовал Но не килограмм, конечно, чтобы она Естественно, да Ну что-то такое вот мясное попадает в кисть, и вот приятно Конечно, они должны быть приятные на ощупь, и они должны быть красивые Любого цвета, который им нравится Поэтому есть очень много разных фабрик, которые делают совсем разные мячики, разного размера Разные по ощущениям, из разного материала сделанные И ты заходишь в жонглёрский магазин, и там... А в Петербурге есть жонглёрский магазин? Есть один То есть есть один, на этом можно остановиться, ни название, ни адрес Есть один жонглёрский магазин, хорошо Вот эти мячики, например, мягкие Они, собственно, куплены в этом одном магазине Вот такие А что внутри этого мячика? Рис? Я не разбирал Да? А я не буду разбирать, я просто... Гречневая шелуха Это еще и антистрессовый такой мячик Да, да, да У тебя уже два, я замечаю Они специально для того, чтобы их кусать Ой, Аня, не надо, не рискуй Пожалуйста Дойдем до волосатого укусим Ну вот, на самом деле, они очень приятные Их можно в руке ждать Много взять Потому что они все мнутся И сомнешь десяточку Да, действительно удобно И понять, какой легче ловить, который твердый Или наоборот, который мягкий Мне кажется, весь мир пытается понять это А круглый который Когда ты его ловишь, он все время одинаковый Одинаковый Он не меняется Ты его вот ловишь и четко он держится в руке Можно даже с закрытыми глазами кидать А вот эти мягкие, они хороши тем, что если ты уронишь, они не укатятся никуда Они плюхнутся и останутся на этом месте Поэтому... Сосед на лестничной клетке так же иногда бывает плюхнутся и режет, да А вот эти побольше серые, что это за мячики? Это мои любимые А что это такое? Хотя они самые страшные, кажется Почему нет? Из чего? А струсиные яйца? Похоже, да Слушайте, ну это такая резина, такая хорошая, серьезная резина Мне они нравятся тем, что они покрупнее, а значит их видно на сцене А, то есть тут еще, конечно же, и о сценическом мастерстве нужно не забывать И еще они прыгают, в отличие от всех предыдущих Немножечко Спасибо тебе, Аня, мы давно хотели поменять этот стол Ну они так, немножечко прыгают И есть довольно мало мячей, которые и такого размера еще и прыгают Но они полные внутри, они просто сами по себе вот из этой вот оболочки Они такие увесистые, тяжелые, мягенькие, хорошие Так, и еще вот этот большой 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 Вот эти два больших шарика Это из чего? Они тоже из какой-то резины То есть они тоже прыгают такие Они меньше прыгают Да Но они хорошо катаются по телу Илья, я вот прочла, что вы в прошлом году участвовали в мастер-классе Гения органического жонглирования Стефана Синга Ничего себе, где вы это нашли? Органического Вы знаете, я тоже про это прочитал Это не правда? Это правда Органическое жонглирование, это что, овощами и фруктами? Нет, органика в смысле пластика, тело Ну представьте, как вы обычно представляете себе жонглеров Вот вы мне даже можете это не рассказывать Ведь если органичный человек на арене или на сцене, сразу это видно, заметно Обычно жонглер, он стоит на месте и кидает очень-очень много предметов Такой весь шикарный, с блестками Это такой цирковой вариант Органичное жонглирование или органическое Это более театральный вариант Когда ты используешь С шариком общаешься Разговариваешь с ним Делаешь с ним что-то необычное А он не отвечает или не отвечает Или отвечает иногда Если он не отвечает Вот так, ой, вы и пандус нам сломали Ну ладно, ничего, хорошо Я, давайте покажем, что можно делать Давайте покажем, да, действительно Особенно если это будет органическое Может быть, вы покажете? Мы пока Мы еще не волшебники, мы только учимся Мы только, да, мы только учимся Покажите пример Что, как жонглировать? Ну с чего начать? Я не знаю, я так понимаю Три классическая Классический вариант Или два сначала нужно уметь Извините, что такие движения Я люблю добавлять по одному Начать с нуля Как? Хорошо, да Как? Давайте с нуля То есть я должна показывать жонглирование У тебя два мяча в руках Интересный поворот Потому что никак не думала Что такое другое разговор Хорошо, ну как можно сделать Я не знаю, давайте вот нам Мне тогда покажем Нам не вот вместе с Анной Нет, положи шарики Положи шарики Ручку убери Представьте, что у вас есть шарики И вы жонглируете Как вы двигаете руками? У меня шарики Положи шарики А, как я двигаю? Да Ну как-то так, видимо Органика уже сейчас подключается Органично Вот уже органично, да? Сколько эмоций сразу Все просто Сейчас мужчины сделали погромче Так Так, ты повторяй, пожалуй Да, у меня ты Вы лучше покажите крупно Андрея Как он повторяет Вот так Можно быстрее Когда от пола они отскакивают Да, можно вот так Да, да Еще Движения идут немножко не вверх А вот так вот в сторону В сторону В сторону Право налево, слева направо Так, вот так И так вот, я так понимаю До 21 декабря Можно? Ага Так Так Один мячик В одной плоскости, я так полагаю, да? Желательно вот Представлять даже Когда мы вот эти Забыть Забыть одну плоскость? Все забыть Это старая школа Куклачева у меня почему-то Так, взять один шарик Да Возьму Какой вы мне предложите? Зеленый или красный? Зеленый подешевле, я возьму зеленый Так Нужно, чтобы у нас ручки привыкли к шарикам Привыкли к шарикам Для этого Попередавайте его А-а-а Поджимайте его только покрепче Так, чтобы его смягивать Да, покрепче С одной руки Брызгнул Да Так Так Вливается Так И побыстрее И побыстрее Как бы не вылетело Я просто боюсь за операторов сейчас Да, ничего страшного Да А тяжелые шары Сколько у них шариков уже полетало Вот Привет отделу кадров Сейчас Всем сейчас привет Так Осторожно О, молодец Я проделал стаканчик Да, это очень хорошо Попробуйте сделать маленький бросочек Из руки в руку Маленький бросочек Маленький Такое Маленькое представление лилипутов А что мы без музыки-то сидим Так искусственно Так Ну так можно делать Сколько угодно упражнений Конечно Занажилирование Это не похоже Давайте попробуем Я вам там третий мячик Вы попробуйте пожонглировать в паре Мы никогда ничего не делали в паре Давайте попробуем Хорошо Пора начинать А потом уже пожонглировать Так, что нам нужно сделать для этого? Три мяча? Да Два у кого? Не важно И на смысле это опасно для моего партнера Вы дама А у вас два Совершенно безопасно Будьте Очень аккуратны В партнерском жонглировании участвуют три шарика или два? Три Три Так, хорошо Что ты делаешь? У меня явное преимущество У меня два шарика Аня, смотри У него есть рука свободная Можешь туда положить любой шарик? Положить или подкинуть? Спасибо большое, Аня Ты теперь правой рукой можешь в свободную руку положить шарик Так же положить? Да Пожалуйста Спасибо большое, Андрей Другой рукой Другой рукой Этот же шарик нельзя, наверное, отдавать Правильно? Пожалуйста, Андрей Теперь я красненький Так, давай набираем Набираем Красный, красный, красный Белый, белый А, белый? Да Не сбивай Зеленый Красный Белый Белый Зеленый Входим во вкус Красный Да, я надеюсь, что сейчас нам включат Рамштайн, и мы сейчас вообще пойдем очень хорошо. Зеленый. А музыки не хватает, да? Да, сколько. Вы знаете, у нас просто в 17.30 эфир, в принципе, заканчивается. Ага, да, это хорошо. Давайте тогда кидать. Теперь кидать. Я Ане кидаю вот в свободную руку. Точно так же. Белый. Левый. Зеленый. Зеленый. Ой, спасибо большое. Красненький. Белый, зеленый и красный. А что, кстати, Анна расслаблена, когда она кидает, да? Белый, белый. Я уже вхожу в вас. Так, вот, очень хорошо. Слушайте, мы... Мы же англеры. Аня, мы можем зарабатывать деньги. Вы не представляете, как это красиво? Я не боюсь... Ой. Я не боюсь конца света. Я тоже не боюсь, а что делать? Чтобы нам продолжить, придется, наверное, встать. Вы готовы? Давайте, я готов встать. У меня есть ноги. Да, давайте попробуем. Так, я же как-то сюда дошел. У меня тоже есть ноги. Давайте попробуем. Что делать? Что делать? Я сейчас попробую сам показать, а потом ты повторишь. А, давай, да. Ну и так, ручки ставим сверху. Это не опасно? Я просто волнуюсь, Анна Борисовна. Это безопасно. Хорошо. И ты кидала мячики сейчас вперед, а сейчас будешь кидать так же, только наверх. Вот так вот. Как будто бы кидаешь себе в руку. Но только я его перехвачу. Кидай. Ой. О, нет. Это не рука. Вот сюда. Попробуй кидать не вбок, а снизу вверх. Вот так. Отлично. Теперь то же самое правой рукой.